всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life замечательный день замечательное настроение не менее интересное видео вы сейчас просмотрите и услышите интересную информацию а начать хочу с не менее интересного комментария написала мне его день назад где-то или два валентина петровна что за привычка снимать видео в машине спрашивает она с четырьмя восклицательными знаками показывал бы город сбрил бы эту противную бороду вот такой вот веселый комментарий я получил и как говорится хочется ответить словами одного известного персонажа ты крашеная кто помнит этот фильм кто помнит этого героя и кому предназначались эти слова пишите обязательно в комментарии сразу будет видно нашего человека так сказать по возрасту по уму по разуму ну а вам валентина павловна или кто вы там не постарался так сказать запомнить ваш ваше отчество хочу сказать моя прекрасная борода носится на не менее прекрасном лице которая принадлежит замечательному самодостаточному образованному веселому жизнелюбивому человеку это я так скромно о себе со своими отвратительными комментариями вы опоздали годика на три когда открывался канал и писали всякую чушь сейчас у нас сформировался очень хороший коллектив на канале чуть больше 4000 подписчиков комментируют 5000 5 процентов из этих подписчиков я их люблю я их уважаю они пишут умные вещи задают интересные вопросы а такие комментаторы как вы могут идти ровно лесом и уж если вам не нравится моя борода то поставьте себе на аватарку свою бороду а мы посмотрим и обсудим ее и скажем красивая она у вас или нет все больше времени так сказать уделять вам не буду еще хочу сказать сегодня вышло новое видео появляются комментарии которые так сказать приходят на экран телефона и к сожалению я их не могу открыть потому что ну люди написав комментарий и обдумав его в отличие от валентины павловны либо сразу удаляют по каким-то причинам либо не хотят позориться либо не хотят меняют свою точку зрения ну в общем почему-то эти комментарии прочитать не могу поэтому таких подписчиков или не подписчиков мне очень жаль и я обязательно сделаю видео с ответами на вопросы и зачитыванием комментариев тех подписчиков которых я люблю которые действительно либо грамотно комментируют либо задают как я сказал интересные вопросы мне не надо лезть какая-то не надо там хвалить меня там или еще что-то я люблю адекватные комментарии но когда начинают писать вот такую чушь блин про бороду и прочее ну люди посмотрите на себя в зеркало на кого вы похожи по моему это дело каждого кому как и зачем выглядеть и если вы чего-то хотите то будьте добры сначала не на и здрасте как говорится а поздороваться культурно и сказать что вы хотите увидеть вы хотите увидеть город и пишите такие комментарии на после таких комментариев я вас просто поставлю в бан и и мне будет по барабану ваше мнение вот если вы действительно чего-то хотите так напишите вежливо об этом и для вас это сделают ну ладно суть не об этом в общем дорогие подписчики и и не подписчики значит сегодня будет на мой взгляд интересное видео вот интересно почему интересно обсудить эти вопросы потому что это наша жизнь которая сейчас происходит и я вам всем настоятельно рекомендую подписаться на наш инстаграм ссылочка в описании написано постоянно почему рекомендую потому что те вопросы которые поднимаются в этом видео и возможно еще будут видео на эту тему сейчас как бы становятся такими ну блин как бы не совсем кому-то угодными может быть или что в общем определенные каналы уходят в бан их удаляют остаются только так сказать название и пустые картинки от превьюшек вот поэтому я не думаю что мой канал может сильно создать там какое-то впечатление вот я на это не претендую но тем не менее я буду говорить слова которые вот когда пишут комментарии матными словами они попадают в бан то есть вот в этом видео будут звучать слова как вы уже поняли из превьюшки которые могут тоже попасть в youtube банк поэтому если вдруг не дай бог что-то с каналом случится вы всегда можете тогда найти нас в инстаграме и я тогда открою новый канал и вы сможете на него перейти так вот как вы уже поняли из превьюшки тема видео вакцинация чипизация стерилизация вот много слов много мыслей поэтому некоторые слова вылетают из головы так вот казалось это будет не скоро не скоро и как говорится время пришло и всем пора остановиться в очередь прививки уже готовы прививки уже одобрены прививки разлетаются по миру англия заказала 40 миллионов недавно сказали в новостях к нам в америку в соединенные штаты тоже направляется определенное количество в берлине собираются перестроить забыл название очень большой спортивный центр в котором проходили соревнования по велогонкам и бла 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 переделывают прививочный комплекс его в общем все закручивается и вот германия собирается закончить с этим центром к 15 декабря к середине декабря и я так понимаю что прививки начнутся уже до нового года значит я не буду говорить свое какое-то мнение делать какие-то выводы я просто вам так вот тезисно скажу некоторые вещи которые я узнал за последнее время а каждый из вас подведет свой итог ну и сделает определенные выводы из услышанной информации и напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу то есть хочу максимально уйти от выводов просто просто передать информацию значит по вирусу понятно что вирус есть то есть этим уже согласились все скептики все фомы неверующие а также любители вот теории заговора они тоже вынуждены чем-то согласиться значит вирус есть неважно искусственный он или или естественный он есть это приняли все и ну вот мое мнение хоть я и говорил не хочу высказывать что на сегодняшний день не правительство наших стран не какие-то минздравы не какие-то министерства здоровья там и прочее прочие организации просто тупо не знают как с ним бороться с этим вирусом поэтому предлагают разные варианты и в том числе запускают вот эту вакцинацию но тут опять расхождение есть значит для любителей теории заговора которые последний год вот как начался коронавирус говорили о 5g и о чипизации значит опять же у нас будет отдельное видео поэтому подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы его не пропустить а про чипизацию прямо скажу сейчас не будет чипизации елки-палки блин сделали все проще сделали прививку которая несет в себе определенные интересные вещи то есть с чипами пока все отошло на задний план не знаю может быть это дорого может быть еще не готова технология может чип еще большой не влазит под кожу или что там не знаю но два европейских ученых один из которых работал в компании файзер которая проводит эту значит 50 процентов производит ну не 50 я не знаю короче сделали две компании файзера еще одно название не помню их прививка одобрена и вот от двух компаний она будет идти причем прививка двухуровневая один раз колют и потом вот как детям знаете делают там один раз прививочку через некоторое время второй вот точно так же и нам будут всем делать прививку причем что странно от компании файзер по моему через три или четыре недели вторая прививка от второй компании через 45 то есть у них расхождение в неделю почему непонятно вроде бы прививка от одного от одной болезни должно быть все как-то одинаково но видите уже на первоначальной стадии прививка будет действовать по-разному то есть одни будут выжидать например три недели вторые четыре чтобы уколоть вторую дозу следующая информация сорвался я с ученых так вот один из ученых работал в компании файзер там доктор и бла-бла-бла у него куча степеней всяких если вы захотите просто пишите в google запрос доктор что что говорит доктора прививки компании файзер который в ней работал и вы все это найдете скорее всего оригинал будет на английском языке с переводчиком сможете прочитать если кому-то очень интересно эта ссылочка есть у меня я с ней поделюсь комментариях так вот что он и его коллегам что они говорят они разложили эту прививку по полочкам и значит там есть три очень важных момента первый момент что они говорят там содержатся такие антитела которые будут попадать в человека или микроэлементы или что там я не претендую на научные слова значит первое что то что попадает с прививкой в человека так взаимодействует с организмом что если не дай бог человек встречается с диким вирусом так сказать который реально возник в природе вот этот вот коронавирус то переболеет человеком очень сильно ему повезет если он просто переболеет второе после прививки возможны очень сильные так сказать последствия особенно в течение первых двух дней также об этом пишут и предупреждают те которые говорят что начнется сейчас вакцинация что никто не несет никакой ответственности за то что случится с человеком после прививки то есть сейчас такое типа время ч это значит что прививки запускаются в производство и начинается вакцинация полностью не проверенные то есть они не проходят полный курс проверки и так сказать подопытными кроликами становятся все кто прививается ради этого или для этого вы подписываете при прививке документы что вы не имеете претензий наверное там не компании не бла-бла-бла и так сказать все на ваше личное усмотрение то есть типа вы сами хотите чтобы вас очень привели или очень хотите чтобы вас привели и вам даже по барабану если вы начнете кашлять чихать или там еще какие-то тошноты у вас начнутся и головокружение вот и 3 3 здесь самое главное это стерилизация то о чем я написал в названии то есть они сказали что эта прививка содержит белок который будет попадать в организм и который будет пагубно влиять на мужские и женские начала которые отвечают за воспроизводство потомство то есть сейчас для сторонников теории заговора тот кто слышал о золотом миллиарда я думаю очень многие слышали вот будущее настало то есть очень просто сейчас застерилизуется весь земной шарик и останется на планете золотой миллиард не сразу не завтра но через какое-то время что я могу сказать по этому поводу чтобы так сказать ну не то что не быть голословным а что я слышал на эту тему еще я думаю всем знакомо имя билл гейтс жену его зовут по моему милинда гейтс и у них есть компания которая занимается вот этими всякими прививками и бла-бла-бла которая спонсирует воз который тоже не знает по ходу наверняка что делать с этой всей пандемией так вот в течение этого года как начался коронавирус очень сильно муссировалась тема с биллом гейтсом что это все он замутил что это его вирус для того чтобы сделать чипизацию населения всей планеты и бла-бла-бла ввести безналичные деньги всех лишить свободы и прочее возможно я не знаю я я сказал я не высказываю своих каких-то выводов не делаю но значит какие прививки делала воз с участием с этого этого самого била гейтса есть информация в интернете я думаю она вся не удалена значит в африке во многих так сказать регионах прививалась население и потом спустя некоторое время было выяснено что после этих прививок большинство молодых девушек а потом став уже женщинами не смогли иметь детей то есть грубо говоря возможно их от чего-то прививали а возможно под прививками под видом прививки от чего-то их просто стерилизовали вот и получается наступает этот момент о котором все говорили которого там кто-то боялся кто-то верил кто-то не верил что какое-то теневое правительство глубинное государство и прочие дела стремится сделать население планеты уменьшить оставить вот этот вот золотой миллиард чтобы красиво чисто жить как на даче думаете сами решайте сами пишите в комментариях из какого кинофильма эти слова вот что еще хочу сказать не так давно в каком-то видео я говорил про термин окно овертрона по-моему это видео уже вышло как я его назвал окно овертрона лохотрона значит что об этом окне можно сказать последний месяц в сми муссируется информация о том что после того как закончится к вид будет очень много заболевших или ну да заболевших раковыми заболеваниями то есть как последствия к вида начнут проявляться раковые заболевания возникает вопрос откуда кто знает какие последствия могут быть у к вида кто-то догадывается об этом или кто-то знает как за программе запрограммирован этот вирус и потихонечку начинают подготавливать население к тому ну я вам рассказывал как действует окно овертрона то есть от стадии такого быть не может до стадии это есть и это норма и мы с этим живем то есть вот так вот потихонечку уже нас начинают подготавливать к этому или это просто какие-то вбросы чтобы отвлечь внимание от чего-то и подтолкнуть людей к прививкам вопросов очень много какие выводы как я сказал делать не буду каждый решает за себя интернет большой собирайте информацию смотрите другие каналы там многие о многом рассказывают выдвигают свои версии причем очень правдоподобно с большими так сказать фактами доказательствами серьезными это очень интересно все на самом деле вот и скажем так если смотреть не объективно на вещи а загнаться в одну какую-то теорию то вечером страшно ложиться спать когда насмотришься таких роликов поэтому предлагаю вам смотреть много разных каналов youtube каналов разных блогеров интересных и не интересных бородатых и не только вот слушать что они говорят делить пополам выбирать важное делать свои выводы и быть здоровыми и готовиться ко всему лучшему ну вот на такой позитивной ноте и можно было бы наверное заканчивать влог единственное что опять же хочу добавить что еще интересное происходит и слышно в новостях возможно я уже говорил в каком-то влоге об этом наш доктор фаучи который участвует во всех брифингах белого дома выступает на большую так сказать аудиторию в общем-то перед всей страной ну я думаю это умный человек и если бы он был глупы то он бы не дошел до скажем столь высокого поста тем не менее правда это или неправда опять трудно об этом делать какие-то выводы но что он говорит он говорит что когда мы сделаем прививки вирус никуда не денется это логично потому что прививку получаем и они вирус второе что он говорит что с масками мы будем надолго то есть получается сделав прививку мы все равно остаемся в маске надолго почему совсем непонятно вроде прививку делаем чтобы не болеть хорошо зачем нам тогда маска ведь обычно если мы прививаемся от гриба от гриппа там нам плохо например первые два-три дня некоторые вообще переносят так скажем нормально не воспринимая ничего и все мы же потом не пьем террафлю там не капаем нос или не ставим горчичники то есть все мы сделали прививку и мы не боимся заболеть гриппом хотя как показывает опять же практика частенько кто делает прививку спокойно заболевает гриппом переболеет им и пошел дальше здоровый вот поэтому вот такая вот информация то есть мы сделаем прививки а вирус останется с нами и мы продолжим ходить в масках и не будем больше трех собираться то зачем нам тогда эта прививка непонятно как разрешение чтобы ходить на работу окей а как тогда быть тем что говорят что там содержится столько веществ которые блин нам будут не помогать а вредить не окей в общем все это сложно и в завершении темы что еще хочу сказать что у нас растут кейсы а несмотря на это говермент говорит что начинаем учиться и с этого понедельника тикей это так сказать нуляшки и по моему первый класс идут уже в школу вот со всеми мерами предосторожности и безопасности основного года а тикей наверно только основного года выходит первый и второй в общем как то вот так вот распределили там классы выходят кейсы растут а дети идут в школу учиться будут не полный день а два три часа родители это так сказать не освободит не даст им возможность нормально выйти на работу кейсы растут а дети идут в школу чтобы разносить эту заразу в общем что к чему почему не понятно я подъехал к заправочному шлангу был рад с вами поделиться услышанной информацией жду ваши адекватные интересные веселые красивые комментарии если кто-то хочет написать про бороду ну что ж пишите будем с вами общаться в таком же ключе вы были на канале наша жизнь в америке new life is my life с вас подписка и колокольчик чтоб не пропустить новое видео обязательно подпишитесь на инстаграм не дай бог пропадет youtube канал на мне где будет общаться вернее мне то будет где я открою новый но вы должны будете об этом узнать до встречи bye bye а